Вот что я скажу. Талантливых, смекалистых, трудолюбивых, умеющих делать руками и головой полезные вещи, классные. Людей пруд-прудей, толпы, огромное количество. А по-настоящему успешных мало. А причина, одна из причин, состоит в том, что люди не умеют разговаривать. Они даже не понимают, что надо учиться разговаривать. Более того, многие люди пренебрежительно относятся к умению говорить. Им кажется, о, тарахтит, о, языком треплет, о, болтать, хлебом не корми. Я не о болтовне говорю, я говорю об умении подать себя, об умении подать дело, которое ты делаешь хорошо, кстати. Вот только что мы ехали сейчас по дороге. В какое-то село проезжали. И на столбе рядом с домом табличка висит такая. На фанерке, кисточке, масляной краской, коряво написано. Козье молоко, брынза, кефир. Возможно, хозяйка или хозяева этого дома выращивают, содержат коз и имеют натуральное козье молоко полезное. Может быть, они делают супер, пупер-дупер, какое качество кефира, брынзы и других продуктов из козьего молока полезное для здоровья. Кто об этом знает? Кто об этом знает? Если об этом никто не знает, то толку для них никакого, если они делают на этом бизнес доход. Сами едят, слава богу, детей корбят, тоже хорошо. Но кто об этом знает? Весь мир узнает о том, что они супер-мастера по производству козьего молока, кефира и брынзы, из корявой таблички, на фанерке, масляной краской, коряво написано. Спасибо. Приятного аппетита. И вот это олицетворение того, как многие люди подают себя в этой жизни. Вот фанерка и корявыми буквами написано. Я мастер по производству сайтов. Я делаю супер-сайты. Коряво, вот так. Или я специалист по продаже продуктов для здоровья. Или я хорошо ремонтирую автомобили. Или я классно шью юбки. Или еще что-то делаю. Любой бизнесмен, любой человек, любой предприниматель, учитель, я не знаю кто, человек, делающий полезное дело для людей, успешным будет только тогда, когда он научится подавать себя. Когда он научится пиарить свою продукцию, свою услугу, свой товар. Произведение рук своих. Плод трудов своих. Через язык. Поэтому в Библии написано, тысячный раз, повторяю и не устану, это повторяю, от плода уст твоих наполняется чрево твое. Не от усилий, рук, мозгов наполняется чрево твое. От плода уст твоих наполняется чрево твое. То есть, как ты порассказываешь, как ты поговоришь, как ты умеешь общаться с людьми, так ты и будешь есть. Сетевик это человек, который говорит и работает вот этим местом. И это место предназначено уста для того, чтобы произносить слова, которые попадают в человека, вызывают в нем соответствующие эмоции, побуждают его к принятию соответствующих решений. И тогда вот эта табличка, табличка «Козье молоко, брынза, кефир» может превратиться в классный рекламный щит, на который обращают внимание все хотят, образно говоря. А в противном случае не умеешь говорить, вот все, что ты в мир производишь, вот эту корявую табличку. Вот так люди к этому относятся, поэтому они нифига не имеют. Надо учиться говорить, надо мыслить категориями, успешный человек мыслит категориями, а как я об этом расскажу, а как я популяризирую свой продукт, а как я сделаю его понятным, доступным, а как я научу людей пользоваться этим товаром или услугами, или бизнесом, тем, что ты продвигаешь на рынок. Чем бы ты ни занимался, ты что-то двигаешь на рынок, и успех приходит только тогда, когда ты правильно говоришь. От плода уст твоих наполняется чрево твое. Желаю вам удачи. До свидания.